Ну что, банковский финмон, продолжаем эту тему. Дни 10 тому назад я записал первую часть видео, дал рекомендации, как реагировать на запрос банка в рамках процедур финмониторинга. Сегодня вторая порция советов. Сегодня я буду говорить о содержании самого ответа на запрос банка и о тех документах, которые вы подаете в банк. Начну с документов. Вообще о юридической документации я могу говорить почти бесконечно. Но мы с вами не документооборот изучаем, у нас другая задача. Мы проходим финмон, поэтому по документам простой совет. Перед тем, как отправлять документы в банк, лишний раз пересмотрите пакет документации, который вы подготовили и не поленитесь. Лишний раз перечитайте эти документы вдумчиво, чтобы там не было ляпов, грубых нестыковок. Приведу пример. Это то, что очень часто случается. Я думаю, юристы, коллеги подтвердят. И работники банка финмона очень часто на это жалуются. Вот такая ситуация. Допустим, вы подаете в банк копию договора. Договора с вашим контрагентом. По этому договору, например, вам зашла какая-то сумма. И вот эта транзакция, операция, она как раз следуется банкам. Договор датирован, давайте возьмем 5 июня текущего года. В этом договоре есть ваши данные, ваши реквизиты и реквизиты банковского счета. МФО, название банка, счет. При этом сам счет в банке вы открывали в июле, в седьмом месяце двадцатого года, о чем банк прекрасно знает. Нехорошая ситуация. Естественно, что возникает вопрос, откуда 5 июня текущего года вы знали реквизиты банковского счета, которые открыли только в следующем месяце. Это можно по-разному объяснить. Можно там говорить, что это описка. По-другому можно объяснять. Но помните, что Финмон направлен на то, чтобы выявлять признаки сомнительного в деятельности, сомнительного, подозрительного в клиентах. Вот такие вот нестыковки грубые, они как раз и свидетельствуют о том, что не все хорошо. Ну, о чем говорит такая ошибка? А там, что вероятно договор вы готовили там уже только после того, как получили банковский запрос, а датировали его пятым, ноль шестым. Особенно плохо, если вы по этому договору получали, точнее без договора, выставляли инвойс и вам контрагент платил очень крупную сумму. То есть вот такие вот вещи. Так, следующие три совета, они будут касаться уже самого письма, ответа на запрос банка. И первый совет он такой. Не нужно, не стоит отвечать банку так, как вы привыкли отвечать органам государственной налоговой службы. Например, если банк вас спрашивает, в чем характер вашей деятельности хозяйственной и где вы ведете эту деятельность, не надо писать банку. Мы находимся по юрадресу, наши кведы такие-то, что отражено в едином госреестре. Банк и так видит, что отражено в едином госреестре. Данные единого госреестра, они общедоступны. Поэтому информация о вашем местонахождении, то есть юрадресе, о ваших кведах, она банку известна. Если неизвестно, то эта информация получается за 30 секунд. Поэтому, если вас спрашивают о характере вашей деятельности, опишите деятельность вашего предприятия, если это предприятие, так, как ее описывает, описал бы бизнесмен. А не формально юридическую сторону, так, как это любит описать юрист. И если вас спрашивают, где вы находитесь, укажите адрес вашего офиса, укажите адрес вашего склада, укажите адрес ваших производственных помещений. Тот реальный адрес, по которому вы находитесь. Если банк запрашивает договор аренды и вам нечего сказать по этому вопросу, допустим, у вас нет этого договора аренды, Ну, пишите, как есть. Напишите, что договор аренды находится в процессе согласования с вашим арендодателем. После того, как все условия договора будут окончательно согласованы, да, у вас преддоговорной процесс идет. После того, как эти условия будут согласованы, договор будет подписан. Ориентировочно это произойдет в следующем месяце. Как только будет договор, мы предоставим его обслуживающему банку. Нормальный ответ. Следующий совет. По письму-ответу на запрос банка. При подготовке ответа сделайте основной акцент на описании экономического содержания, экономической сути ваших операций, вашей деятельности. Даже если ваши операции, скажем так, имеют определенные незначительные недостатки с точки зрения законодательства Украины. Например, налогового кодекса Украины. Банк это не налоговый орган. И еще такая рекомендация по письму-ответу банку. Пишите банку правду. Во-первых, мы с вами все занимаемся зарабатыванием денег. В этом нет ничего противозаконного. Во-вторых, банк, как правило, и так знает характер вашей операции, что вы делаете, чем вы занимаетесь и прекрасно понимает типологию этой операции. Поэтому что-то сочинять банку смысла нет. Поэтому пишем правду. Если в вашей деятельности, в ваших операциях есть что-то такое, что вы никак уж не можете описать, написать то, как оно есть, то я вижу смысл тогда альтернативным путем и, возможно, перейти в другой банк или перевести часть денег операции в какой-то другой обслуживающий банк, у которого, возможно, не будет вопросов к таким операциям. Смотрите на эту тему ролик, который я недавно делал, называется «Непроходимый финмониторинг». Я дам в описании к этому видео ссылочку на такой ролик. Вот такие вот советы по ответу. Ну и еще одна рекомендация по ответу на запрос финмона. Она перекликается с тем, что я говорил в прошлом видео. Я говорил о том, что когда вы взаимодействуете с банком в рамках процедур финмона, получения запроса и подготовки ответа, нужно быть открытым. Открытым во взаимодействии с банком, потому что открытость является косвенным признаком законности и легальности. Так вот, я также дополнительно могу рекомендовать тоже из своего опыта, если у вас есть такая возможность, вы получили запрос и готовите ответы, если у вас есть возможность коммуницировать непосредственно, созвониться, написать в мессенджере специалисту банка, который направлял вам запрос и ждет от вас ответ, сделайте это. То есть свяжитесь с ним непосредственно. Такое есть далеко не во всех банках. То есть многие банки сделали так, чтобы специалисты финмона не были доступны клиентам, но во многих банках такая возможность есть. Это что-то наподобие того, как мы созванивались с инспектором налоговой инспекции, если получали какой-то запрос от налоговиков. Созванивались для того, чтобы уточнить какие-то моменты, связанные с запросом, для того, чтобы уточнить сроки или сказать, что вы не успеваете в нужные сроки и вообще задать уточняющие вопросы. То есть нормальное человеческое взаимодействие со специалистом финмона. Я думаю, что это скорее поможет, чем навредит вам в прохождении этих процедур. Пока все. Продуктивной деятельности, активного бизнеса. Увидимся. До свидания.